Для тех, кому за 40 – это легенды, овеянные романтикой. Для тех, кому за 20 – вполне реальное впечатление. Около полутора тысяч студентов вузов и техникумов республики этим летом предпочли отдыху-работу. О том, каковы особенности нынешнего трудового семестра, смотрите в нашем сюжете. Иван-чай, таволга, душица, мята. Травы для лекарственного чая студенты Ежкаролинского медколледжа собирают уже второй месяц. 25 человек в полях и лесах республики трудятся ежедневно с 8 утра до 5 вечера. Сергей Николаев, к примеру, студент третьего курса, уже заслуженный боец трудового отряда. Работает по собственному желанию вторую смену. В первую собрал 12 тонн травы и заработал 13 тысяч рублей. Мне нравится собирать и одновременно зарабатывать деньги и удовольствие получаю от природы. Ребята этого трудового отряда уже побывали в Варшанском, Сернурском, Волжском районах. Впереди куженерские районы не только. Лишние карманные деньги, говорят студенты, не помешают. Для таких отрядов созданы все условия. Даже кормят бесплатным обедом. Плюс к этому никаких компьютеров. Только свежий воздух и активный образ жизни. Для студентов это очень полезно знать информацию о лекарственных травах. Потому что в основном здесь работают у нас фармацевты, будущие работники в области фармации. Пыль и шум – ежедневная работа. На обед законный час и перерыв, если только командир разрешит. Вязка арматур, установка опалубки – все самостоятельно. Андрей Лишканов в стройотряде уже второй год подряд. За это время научился делать стяжку, заливать бетон. Говорит, после того, как записался в отряд, даже самые строгие преподаватели стали к нему относиться мягче. Оказывается, сегодня быть стройотрядовцем престижно. Это и практика, и возможность заработать. Чтобы стать высококвалифицированным специалистом, необходимо узнать все трудности рабочей работы. Нужно освоить рабочую специальность. Ведь за нами большое будущее. Город строится, строится вся страна. Специалисты говорят, преимущества трудовых отрядов очевидны. Кроме опыта и денег, студенты всерьез осваивают внутриколлективные трудовые отношения. Дисциплина и настройки – вещь не исключительная. Тем более, когда стройка такого масштаба. Эта группа студентов работает на строительстве Благовещенского собора. Если хотят работать, например, и заработать, у нас вот есть отряды строительного направления. У нас ребята едут на север. Примерно там у них в месяц получается 25 тысяч. 25 тысяч, они полтора-два месяца работают, кто-то два с половиной умудряется остаться, еще подработать. Ну, примерно 50 тысяч они привозят в этот сезон. Неплохо проводники зарабатывают. Проводники зарабатывают, они ведь почасовая у них оплата. И они даже иногда не хотят отдыхать где-то после рейса, сразу же во второй рейс уходят. Поэтому у них тоже зарплата и 45, и 32, и 60 тысяч за сезон есть. Минимально у нас это сервисные отряды, это где-то 7 тысяч. Это вот детское строительное лагеря. Нынче, впрочем, как и всегда, спрос на работу летом среди студентов высокий. Более 200 человек работают проводниками в поездах дальнего следования, в основном на южном направлении. Около 200 студентов в детском лагере «Орленок» работают поварами, кухонными рабочими, спасателями. Плюс к этому убирают пляжи. Самый большой отряд нынче создан из будущих педагогов, которые работают вожатыми во всех детских, загородных лагерях республики. В Вишкороле уже давно существует школа вожатых, в которой студенты получают все необходимые знания для летней работы с детьми. Без романтики, наверное, это главное отличие нынешних студотрядов. Данные в резюме молодого специалиста об опыте работы в студотряде для работодателя «Жирный плюс», означающий, что кандидат на должность работы не боится. А таких сотрудников на предприятиях республики ждут всегда. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Редактор субтитров А.Семкин